А потом приходит с гонором и обвиняет людей, что это мы украли ребёнка. С таким заявлением в здание НТР пришли сотрудники Оранжфитнеса. У них во время прогулки летней студии для детей потерялся мальчик. Его плачущего в парке семья нашла наша бывшая коллега Галина Суздальцева. Представители фитнес-клуба хотят обвинить её в краже ребёнка. Он на пальчиках показал, что ему 4 года. Он стоял и горько плакал. Конечно, мы не могли пройти мимо. Мы к нему подошли, спросили, как тебя зовут. Он ничего ответить не мог, потому что он захлёбывался слезами. Не найдя в парке знакомых мальчика, Галина привела его к нам. Журналисты напоили малыша водой, угостили печеньем и усадили смотреть мультики. Параллельно вызвали полицию и стали обзванивать близлежащие садики и студии. О пропаже ребёнка в Оранжфитнесе узнали от нашего корреспондента Анастасии Шакировой. Правда, вот сами этого признавать не хотят. Но всё чётко видно на камерах видеонаблюдения. В период времени с часу до двух девушка, ответственная за детей, сидит неподвижно на скамейке и постоянно смотрит в телефон. О каком поиске она говорит, непонятно. Примерно в 13.30 ребёнок уже был у нас. Сегодня мы обратились в спортивный клуб за комментариями. После нескольких минут беседы наедине с директором фитнес-центра Оранж, руководитель отказалась давать комментарии по случившейся ситуации. Также директор намекнула, что в случае выхода сюжета они напишут заявление в полицию на Галину Суздальцеву. Вообще, подобные центры для детей – это не новшество. Сейчас их в Нижнекамске около 24. Об этом нам рассказала Светлана Андрианова, начальник управления дошкольного образования. В целом, открыть, конечно, такое учреждение легко, если сказать просто, потому что любой индивидуальный предприниматель, арендуя любое помещение, не обязательно это отдельное стоящее здание, просто квартира, может открыть такого рода клуб или детский сад присмотра и ухода. А вот о студии в Оранж-фитнесе руководитель сегодня услышала впервые. Говоря откровенно, работу подобных центров практически никто не контролирует. В случае с Оранж-фитнесом родителям предлагают насыщенную программу для детей, а главное – безопасность. Это скриншот с их официальной страницы ВКонтакте. Цены немаленькие. Только, похоже, там забыли, что сила не в деньгах, а в правде. Прежде всего, перед самими собой. Ну а выбор, ввести или нет ребенка в такой центр, конечно, остается за родителями. Возвращаясь к мальчику, то все хорошо. Его через непродолжительное время забрала мама. Александр Халин, Евгений Лызаев, Булат Абдульманов. Новости НТР.